Окружение президента Владимира Зеленского пытается взять столицу под контроль, не дожидаясь очередных местных выборов, которые запланированы на осень 2020 года. Судя по всему, ЗИКоманда намерена сделать Кличко чисто номинальным мэром, отняв у него должность главы Киевской горгосадминистрации. Когда тот отказался сложить полномочия добровольно, пришлось вмешаться правительству. У меня нет ни малейших сомнений, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика. Если подкрепить господина Кличко главой администрации, менеджером, который был бы способен сопротивляться всем группам влияния, то это очень хорошо отразилось бы на интересах рядовых киевлян. Однако Виталий Кличко все обвинения в коррупции отвергает и заявляет, что новые власти мужчины нарушают закон о столице, согласно которому мэр и глава администрации – это одно лицо. Кличко считает, что двоевластие приведет к разрушению киевского самоуправления. Идет политическая борьба за контроль над столицей. Теперь слуги народа пытаются принять новый закон о столице, чтобы развести полномочия между избранным мэром, исполкомом и новой должностью префекта – субъекта, исполняющего надзорные функции. Кроме того, администрация Зеленского настаивает на досрочных выборах в Киеве еще этой осенью. А в дополнение ко всему правительство Гончарука распорядилось провести ревизию в аппарате Кличко и мэрии. В окружении президента ждут, что скоро всплывет немало фактов дискредитирующих мэра. К сожалению, ни для кого в Киеве не секрет, кто собственно руководит городом, так называемый «теневой офис». Когда мы проводили избирательную кампанию вместе с 13 кандидатами «Ослуги народа», одной из трех главных претензий к действующей власти от жителей Киева была коррупция. По мнению многих активистов, власть, имея огромный бюджет в почти 2 миллиарда евро, сделала недостаточно для решения многих проблем. Плохое состояние дорог, ненадежные мосты, хаотическая застройка, которая часто происходит с нарушением законов. В течение последних пяти лет общественные организации добивались от команды Кличко реформы самоуправления в столице. Киевский активист Филипп Алиит считает, что институт киевской горгосадминистрации вообще нужно ликвидировать. «Это то, от чего нужно отказываться в пользу создания реального местного самоуправления в Киеве, создания исполкома, где киевляне будут влиять на исполнительную власть». Но на самом ли деле команда президента хочет улучшить самоуправление, а не просто избавиться от Кличко в роли киевского градоначальника? Опрошенные ДВ-эксперты затруднялись дать однозначный ответ. Ведь законопроект «Слуг народа» об изменениях в законе о столице хотят принять в срочном порядке без проведения широких общественных слушаний. И это, по мнению многих, большая проблема. «Это, безусловно, политический конфликт. Важно, чтобы он не был использован новой властью и парламентским большинством для ограничения самоуправления в Киеве законодательным путем. Нельзя принимать закон о столице без его широкого обсуждения киевской общественностью, поскольку подобный закон крайне важен для реформы по децентрализации или затрагивает эту реформу». Мэр Кличко играет на опережение. Он уже объявил о подготовке к досрочным выборам и даже инициировал собственный внешний аудит деятельности мэрии. По мнению экспертов, результаты аудита, инициированного «Слугами народа», сыграют ключевую роль на предстоящих выборах в Киеве. Скорее всего, они ударят по имиджу Кличко. Но могут и сыграть ему на пользу. Не исключают наблюдатели. Ведь украинцы не раз сочувствовали оппозиционным политикам и голосовали за них.